Денис Мишев, Роман Абрамов, Сергей Рытов, Пётр Кривенко, Иван Журин, Сергей Гитин и Дмитрий Беляков. Спортсмены, пожалуйста, настраивайте оборудование. Сделаем 85 байт, потом 70 пистолет, затем брюшной пресс. С мячиком 9 килограммовым мячиком и затем 120 килограммовая штанга, 120 килограмм, 40 штановых будет. Смотрите, как все готовятся. Ой, вкусили. Слушай, вот тут мне все кто жгеть туда, да? Вот тоже как-то приятно. Да, отлично будет. Всех не заклочила. Вернули, вернули. Давай, серый, давай мне серый. Вот, атлеты, если закончились настройки оборудования, пожалуйста, занимайте стартовые позиции. Вот самое неплохое, что мячик сырой будет. Ну да. Как раз начался дождик на комплексе, Сержа. Дом атлетов в стартовой зоне, пора начинать, пора согреваться на байке. Не надо мерзнуть. Чем быстрее взять в стартовую зону, чем быстрее мы начнем, тем быстрее все согреются. Как на зло пошел до счета, да? Слушай, ну надо ж такая... Так, судьи готовы, атлеты готовы. Супер. Ну что, обратный отсчет. Десять. Пять. Три, две, одна, гоу. Ну что, 85 калорий байка предстоит распечатать в сильнейшем заколе категории мастеров 40+. Под дождем. На текущий момент, по итогу двух дней, два лидера захода традиционно на пятой и шестой дорожках. Это Сергей Рыков из города Краснодар и Петр Кривенко из города Омск. Серега на пятой дорожке, Петя Кривенко на шестой, Иван Журин на седьмой. Дальше на восьмой Сергей Гитенко. Мальчики все. Все сильнейший заход. Если вдруг вы не услышали, то, конечно, у настолько масштабного турнира не может не быть не менее масштабной автопати. Билеты на это уже потенциально легендарное мероприятие. Можно приобрести там же, где вы приобретаете мерч турнира. Подболочки, шапочки, носочки там. Вот там же и билеты продаются. После этого захода здесь у нас брифинг женских категорий. Элит, РХ, мастера. Ждем вас здесь. После этого захода. Девять рабочих дорожек. Итак, категория мастера. На протяжении предыдущих соревновательных дней лидеры менялись, штормили. Неизменно стабильно выступает Сергей Рыков. И у него сейчас хороший задел на первое место. Отделяют его от второго места, на котором расположился Петр Кривенко. Сорок пять очков. В свою очередь у Петра Кривенко запас от третьего. Тридцать, двадцать пять очков. На третьем сейчас Роман Абрамов. Видите, это в ответ на четвертой дорожке у себя. На четвертом Иван Журин. На седьмой дорожке спортсмен. Пятый замыкает в топ-5 Денис Мишур. Спортсмен на третьей дорожке в первые дни. Не все получилось в единстве. Кстати, Дима Сережу в каком-то году в Москве выиграл. Или в московские соревнования. И Дима забыл еще с фамилией. Выиграл Сереньку у себя дома. У себя дома. Мы так думали. Потому что было. Мы вообще ни разу его не видели. О, дождь кончился. Ура, дождь кончился. На стену все намочилось. Итак, три минуты. Я напомню, что атлетам необходимо выполнить 85 калорий байка. Три минуты уже. Сколько уже у нас у Артема Туренко? Да, лимит времени 18 минут, я забыла сказать. 37 калорий у Артема Туренко. 48 калорий у Артема Туренко. 54 калорий у Петра Кривенко. 59 калорий у Ивана Журина. 47 калорий у Сергея Гетенко. И у Питря 153 калорий. Еще пресс много заберет. Пистолеты, это ужас. Ну, атлеты на третий и четвертый. А на второй и третий, да, дорожка Станислав Курба и Денис Мищер увереннее всего чувствуют себя на байке. У них хорошая запаска коваража будет, когда я сейчас проходил. Посмотрим, удастся ли, во-первых, этот темп сохранить, во-вторых, реализовать. Это же мало. Сойти-то с байка первым. Надо еще и на пистолетах не растеряться, а потом на G-G сетапах не отдыхать. А когда ты все хорошо сделал, выясняется, что у кого-то становая тяга. Гранд Брокет 2 по 20 и все равно. В общем, тут очень много факторов надо, чтобы сошлось, чтобы вывели на задание. Это чиперы, они требуют максимально разносторонней подготовленности. У меня все не входит, представляешь? Они сюда приезжали, у меня все не ходят. Дима не входит, а крайне не ходят. Серия обычно короткая, даже если один элемент страдает, пролетели его и приглашали забирать на своих элементах. Здесь, на фигуру, все ставят, приезжают, не входит все. 5 минут и погоди. Не входит в серию. Что-то около 6 минут. У Денисопетрова, по-моему, или может чуть-чуть больше, когда он заканчивал свои 85 калорий байка. Все пока крутят, все работают на байке. О, кто сошел? Журин? Иван Журин первый, нет, не первый, там еще кто-то сошел. Да, дорожка. Смотрите дорожки. А, Роман Абрамов. Кто же зашел с байка, до этого Мишера уже сошел с байка. Неблагая заявка от Мишера на господи. Посмотрите, высокий тент, несмотря на то, что байк закончил разжиг. Четверо делают уже, Петя уже делают. Криенко также на пистолетах. Сера! А что он так меня задержался? Курбат из нашего, однако, который остается... Нравится кататься на велосипеде. Сереж, тебе нравится кататься на велосипеде? Пошел, Сережа! Атлеты мы судим. Во-первых, каждые 20 пистолетов мы перемещаемся в следующий сектор. Серега с шестым зашел на пистолет с шестым. А что у нас у мастеров 70 пистолетов? Будьте внимательны. Рома Абрамов рядом. Да, это видно, что Миши реально кайфует на пистолетах, мне подсказываю. Все у него нормально там идет с ними. Ну, еще два больших, две больших серии других движений. Посмотрим. Журин, кстати, на пистолетах не отстает. Рыков, Сергей, обратите внимание, сошел с байка с небольшим отставанием от соперников. Но уже во втором секторе спортсмен. И довольно уверенно работает пистолет. Абрамов, Роман, Мишу, Денис в третьем секторе. Иван Жуин в третьем секторе. Да, уже трое в третьем. Готовится в третью серию из двадцати Мишур в город Кастанай. А Журин, Иван, тем временем, уже закончил эту третью серию. Журин закончил. Сейчас работает на пистолетах финальных. Десять всего пистолетов. В финальном секторе нужно сделать спортсменам. Всего десять. А, они в каждой клеточке по десять раз делают. А, нет, нет, по десять. Побольше, побольше. В семьдесят там как-то побольше. Ага. Там, да. Сорок пистолетов кружбы выполнил. Уже по второй, по третьей дорожке пошел на брюшной пресс. Уже на пресс ушел. Да, на пресс ушел. Вторая дорожка ушла на пресс. Потом посмотрим, кто... Сережечка, давай! Уже пресс делают двое. Двое делают пресс. Трое уже делают. Трое делают. Трое делают пресс. Вторая дорожка. Третья дорожка, четвертая дорожка. И Ваня, Ваня Журин делают. Голосовые связки, готовьте себя к неправильной борьбе на стадо в тяга. Молодец. Я, конечно, так болельщиком. Атлетом, там, другим, чем-то танцовывать. Хотя и поорать надо тоже поорить. Сережа пошел на брюшной. Там уже трое работают. И Петя пошел. Пятеро уже работают брюшной пресс. Трое работали, пошел Сережа, Петя за ним следом сразу. И так, вот началась борьба на GSD сетапах. Мы видим, что на этом движении могут меняться лидеры. И мне кажется, это произойдет. Сергей Рыков довольно уверенно. Довольно легко работает. Не выглядит так, будто у него вызывают большие трудности движения. А вот мы еще напротив, вылетел даже слезть, поправить. Серега Гетенко еще делает, делает еще пистолет. Дима еще тоже брюшной ушел. Вот Серега делает пистолет. И еще по первой дорожке. А так в основном на брюшной пресс. Сергей Гетенко в финальном раунде пистолетов на ваших глазах работает. Семь человек работает на брюшном прессе. 55 раз нужно сделать брюшной пресс. С мячиком 9 килограмм. 9 килограмм. Можно с тем, у кого этих проблем нет, поменять полностью диспозицию на лидирующих позициях в этом заходе. 40, да, у Вишера я слышу 41. 37 уже у Рыкова. Пока остается. 32 у Абрамова. Хотя Абрамов еще уральше. Клименко тоже меняет эту вибрацию. Еще 15. Петр отлично справляется. 53 повторения у Ивана Журина. И он будет первым вообще сходить. Он все знает, что он все сделает. Иван Журина имеет отличную возможность вернуть себе лидирующие позиции. Иван Журина вышел на Становую. На Становую вышел. На Становую пришел. Что? Журина, Журина. Да, Ваня Журина. Ваня самый первый пришел на Становую. Очень, очень эмоциональные. Наверное, завершение от Мищера. Журина на ваших глазах. Быстрые синглы от атлета. Кстати, отличное время пойдет. Спасля. Серега. Давай, Серега. А Рыка может удивить. У него отлично все траги-батли. Ты, я знаю, и поэтому он может удивить на тяге. Вот, пожалуйста, пошли в серии тача. Двенадцать минут позади. Ну что? Журина, Рыка, Мищер, кто? Кто вообще борется сейчас? Сделает 20 тач и поменяет ход борьбы. Дыши, дыши, Сережечка, дыши. Дыши, Сережа. Ой, извините. Давай, давай, давай. Давай, давай. Сколько он проигрывает ему? Серега, давай. Два сделал. Два сделал. Тяжело, Денис, ну, эта штанга, да. Это два сделал. Три сделал. Четыре сделал. Четыре сделал. Абрама, Браман и Петр Кривенко также присоединяются. Попробеностанов. Сережечка, давай. Сережа, быстрее. Шесть. Шесть, шесть. Сережа, шесть, шесть. Семь. Семь проигрываешь. Семь проигрываешь. Семь проигрываешь. Семь проигрываешь. Давай. Семь проигрывал. Ускорься, сыночка! Серёжка, 7 стук проигрывал! 8 станет! Серёжа! Серёжка, 6 осталось! 6 осталось! Позывай ему! Серёжка, давай! Получается, отдаёт он Жулина, да? Ну, это ладно, это не очень страшно! Впереди ещё два, пять! У Дениса надо собраться, конечно, от этого! Серёжка, давай ускорься! 3 минуты! Серёжка! Вторым будешь! Если ускоришь, то хотя бы вторым будешь! Серёжка, хотя бы вторым! Я кончу! 14-22! 14-22, напомни! Давай, давай! Серёжка ускорчила! Пять штук осталось! Давай, Серёжка! Четыре! Четыре! Два! Три осталось! Ну, ладно! Это не страшно! Серёжка, давай, ещё! Одна тяга для Сергея Рыкова! Финиш! Молодец! Нормально! 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 Три минуты! Нормально! Нормально! Десять становых остается для Китренко! Для Кременко-Петра! И, по-моему, десять для Мищура! По-моему, десять для Мищура! Девять даже, договорились! Девять! Второй! Мищура и Кременко дуэль на станах получается! К этой дуэль присоединяется Сергей и Гитенко! Посмотрите! Невероятно интересный фильм! Вот эти атлеты и Гитенко и Кременко спокойно с себя шли! В первой части задания только на станах убивали! Три тяги для Дениса Мищура! Три тяги для Петра Кременко! И, по-моему, Кременко! Давай! 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 И Мищур пересекает! Кременко! Нога в ногу! Нога в ногу! Синкронно практически! Да! Пересекает Денис! Две минуты остается! Две минуты остается! Тут еще парни! Здесь трое работают! И здесь работают двое! Вот и Дима Беляков! Дима Беляков! Дима Беляков! Дима Беляков! Дима Беляков! Дима Беляков! Семь тяг остается Романа Абрамова, он идет сейчас на третьем. Вот Роман Абрамов по третьей миссии. Но я думаю, что Журин получит свое преимущество после этого комплекса перед Романом. Есть финиш от Артема Туренко. Отойдите, я их доснимаю. Им же закину. Двадцать секунд. Время есть еще? Время есть, да. И для Белякова, еще давайте закрывать. Всем заходим. Успел. Успел, Роман. Так, успел. Закрывай Беляков. И Беляков закрыл. Беляков тоже. Практически, практически.